Здравствуйте! Сегодня в профиле Министерства здравоохранения Латвии снова дискуссия по вопросам вакцинации. С вами Марина Талапина, я журналист, с 2004 года занимаюсь вопросами медицины. Я рада представить с нами на связи эксперт, который больше 40 лет посвятил себя инфектологии. И все эти годы планомерно и всесторонне на практике изучает вирусы, инфекции, непосредственно работая с пациентами и в лабораториях. И также этот человек преподает и передает свои знания студентам. И интерном, и руководит резидентурой Университета Страдыня. С нами профессор Университета Страдыня, руководитель и главврач Центра инфектологии Латвии Байба Розентала. Здравствуйте, профессор! И к нашему второму гостю, несмотря на его молодой возраст, уже также обращаются как к эксперту и прислушиваются к его мнению молодого специалиста. С нами эпидемиолог, аналитик по вопросам общественного здоровья, выпускник Кембриджского университета по специальности эпидемиология и иммунология, Никита Троянский. Добрый день, Никита! Здравствуйте! Я очень рада вас видеть, поскольку знаю, что вы очень заняты в эти дни, и не только в эти дни, вы уже на протяжении второго года перегружены работой. И, конечно, ситуация с заболеваемостью, COVID-19 редко ушилась за последние недели. Что делать в такой ситуации простым людям? Успеет ли все вакцинироваться? Один из вопросов нашей сегодняшней беседы и транзакцию, уважаемые зрители и слушатели, вы можете видеть на Русланет, ЛВ, город ЛВ, и на странице Фейсбук Рус, ЛСМ ЛВ, и также на сайте Delphia Rus. И свои вопросы на эти вакцинации вы также можете присылать нам и нашим экспертам в комментариях в мессенджере Фейсбук или на странице Фейсбук в СЛВС Министре, которые также проходят трансляции. Вот. Возможно, уже в эту пятницу, то есть завтра, 8 октября, будет объявлено чрезвычайная ситуация в здравоохранении, а с понедельника, 11 октября, в больнице будет приостановлено оказание плановых услуг. Об этом сообщил экономический министр здравоохранения Латвии дня. Количество вызовов к пациентам с COVID-19 уже близко к тому, которое было зафиксировано на пике заболеваемости в январе этого года. И только за вчерашней сутки было зафиксировано заболевших 1671 человек. И, как говорится, лиха беда начала. Сейчас только первая декада октября. Чего ожидает эффект, профессор? Вам слово. Спасибо. Я хочу сказать немножечко о нашем опыте. С первого сезона, который практически начался в автамнолю, в марте месяце, в обед, так и запасов в сравнении с, конечно, Гитарина и Европейцем, за это время в восточной больнице, то есть сегодняшний у меня, в общей сложности наличилось 5699 пациентов COVID-19. То есть это пациенты, в лучшем случае, средне тяжелые, которые требовали лечения, поддержку кислородам, или тяжелые. И в последних пациентов мы 45% отлечили в Центре эпидологии Латвии. Если смотреть последний сезон, то есть то, что началось с августа месяца по 6 октября, то общее количество стационированных пациентов восточной границе это 479, а в Центре эпидологии наличили 258 или 54% из всех пациентов. Но что я хочу сказать, что из 258% в Центре эпидологии отгибло, то есть не вернулись домой 23% пациента. Это почти 9%. Но все равно самое главное, что надо сказать, как все пользуются, так и коронавирусная инфекция. В 40% случаев люди заражаются, но нет клинических проявлений. И бывает, что люди даже не знают, что они сразились, но их образует иммунитет, а если они были в контакте, если, естественно, положительный пациент, то выявляется и лабораторно все, когда человек сбаланается, что он положительный. Но симптомы так и не разбываются. В 40% болеют легко. Что значит легко? В несколько дней может быть насмор, может быть боли в горле, иногда структурильная температура. И так, 80% нас не волнует. И остаются 20%, которые распределяются. Где-то 15% средне тяжело и 5% тяжело протекает. И из этих 15% средне тяжело стационар попадает где-то 2-3%. То есть в общей сложности от сил в стационаре 8%. Я удобства, говорят, каждые десятые 10%. Это мы уже с такой резервом. Поэтому я бы не смотрела так очень печально на предстоящую ситуацию. Самое нужное будет октябрь, а к концу октября я нагрозирую, что пойдет такой небольшой спад. Но уже пики будут намного ниже. Конечно, это не на следующий сезон коронавируса. Этот коронавирус SARS-CoV-2 к нам пришел на всю оставшуюся нашу жизнь. Он будет с нами так же, как вирус. Либо с разными партийами, вирусы разного насморка и другие вирусы пояса. А теперь я готов ответить на вопрос. Ну, вы уже, собственно говоря, начали отвечать, что касается прогнозов цифра 1671 за прошлые сутки. И, естественно, не последний пик. Никит, может быть, вы также скажете, как профессор уже сказал, что ждут еще другие пики, и интернекации будут выше. Ваше мнение, ваши прогнозы? Ну, я от этого не соглашусь. Мы создали биологическую модель, которая рассказывает, как будет развиваться все. Сейчас мы не предпринимаем медикальных мер. И выглядит, что, в принципе, инфекция будет развиваться и достигнет пик лишь в январе, когда у нас могут фиксироваться, ну, наше будет рассказывать, до 10 тысяч случаев в день, да. Ну, понятное дело, может ошибаться, но тенденция должна указать правильно. И я думаю, что в итоге, то есть у нас сейчас последняя серьезная волна, которая вызовет кризис с системы здравоохранением, а потом к концу этой волны уже большинство будут либо кценированы, либо переболевшие, к сожалению, которые выбрали переболеть. И тогда уже, конечно, как говорит профессор, будет сезональная инфекция, но она уже вообще не должна вызывать какой-то серьезной опаски в здравоохранении. Потому что там будет гаспитализация будет значительно меньше. Ну, хочется верить, потому что на сегодняшний день пока еще ситуация с вакцинацией оставляет желать лучшего. Мы только приведем к 50 пациентам. И прогнозом пациентов быстрое распространение COVID-19 приведет к наплыву пациентов в больнице и значительное увеличение количества вызовов тоже службы неотложной медицинской помощи. Уже за пару недель удвоено число пациентов с COVID-19, которых надо гаспитализировать. Гаспитализировать только тяжелых пациентов, из которых каждый десятый в очень тяжелом состоянии, как вот только что нам сказал профессор. Вот что означает в очень тяжелом состоянии? Чтобы люди понимали, тяжелое и очень тяжелое. Профессор. Что значит тяжелое состояние? Это выраженная инфекция. Люди не знают слова инфекция. Это высокая температура, резкая слабость, нехватка воздуха, головные боли, общие молота в теле. То есть человек не свой, совершенно плохо чувствует себя. И еще нехватка, еще раз говорю, воздуха. Но очень тяжелый пациент. Тогда, когда мы и объективно находим изменения, и особенно в отношении кислородной зависимости, потому что по развитию болезни мелких кровяных сосудов, в первую очередь легких, образуются тромбы. И мы вдыхаем воздух, но через артерии не проходит кислород просто. И человек нуждается в дополнительной кислородной терапии. И не той поддерживающей. Это поддерживающая средняя терапия, когда мы ставим просто такие маленькие канилы возле гроздей носа, и даем там 5-10 витров в минуту кислорода. Люди, кажется, это много, это ничего. По сравнению с тем, что делается в интенсивной терапии реанимации. Мы не должны находить до искусственного дыхания легких. Потому что это самое уже такое тяжелое состояние и очень важное отличие от патогенезии, то есть в развитии болезни гриппа и коронавируса. Хотя эти вирусы, о, виск, но они по-разному действуют в организме. Итак, тяжелый пациент будет нуждаться в кислородной маске, в кислороде 60 литров в минуту, а средне тяжелый пациент поддерживающий терапию. Но я хочу сказать и то, что мы не имеем против вирусных препаратов. Это неправильно говорить, что мы не имеем. И юридическое циральное агентство по лекарствам, и, конечно, до того, агреканцы, так называемая FDA Food and Drug Administration, в прошлом году зарегистрировали препарат Remdesivir. Вот вирус не видно, а видно Remdesivir. Это только стационарный препарат, который дается внулигенно. И чем раньше, в ранний день по заболеваемости, это противовирусный, это не восстанавливает легкие. Это уничтожает вирус и не дает возможности вирусу делать свои вот эти все плохие дела, развивать легочную недостаточность. А чего люди погибают? Погибают легочные недостаточности. И если все-таки сравнить, кто болеет тяжелее, все-таки те, которые имеют сопутствующие заболевания. Но если когда-то часто говорила о гриппе, мы в первую очередь говорили о сердечно-сосудистых заболеваниях. Тут нам приходится говорить о эндокривных заболеваниях. В первую очередь, это излишний вес, это нарушение обмена глюкозы и сахарных диабет. Ну, то есть это досвиденно развивается. И только после этого идет недостаточности иммуносудистой, то есть недостаточность иммунной системы в самой рослиной ситуации. Люди получают, например, терапию confirmation при онкологическом заболевании, получаютhews постикоскえる expresses заболевания. То есть имеют слабость иммунной системы. И только потом сердечно-сосудистые, лёгочные заболевания, ну и другие, в той числе и хронические пучные заболевания. То есть, тем больше болезней, и тут я доведу до вакцинации. Люди часто спрашивают, ой, у меня 100 болезней, извините, ну не 100, ну скажем, 3-4 болезни, я не так больно, и ещё пойду на вакцинацию? Именно. Чем больше болезней, тем больше надо защищаться от инфекционного заболевания, если имеется такова возможность. Есть много инфекций, при которых нет вакцины, а тут есть вакцина. И доступная вакцина, поэтому сейчас, кто ещё не успел это сделать, надо как можно быстрее это сделать. В связи с этим вопрос, кто подает вакцинацию, процент не вакцинирован? Надо сказать, что вообще, ведь вакцинация началась в 1-й вакцинировании с медики, 29 декабря, 20-го года. С нафига через 6 месяцев сейчас уже по европейским рекомендациям и нашим рекомендациям, следует, делайте ревакцинацию. Ну как вам называют, кто это? Другой вопрос, скажем так, чтобы понятно, ревакцинацию. Но если говорить о вакцинации, кому делать первую или во вторую очередь, всем надо вакцинироваться. Потому что, чтобы прекратить циркуляцию вируса вакцинации, то есть в человеческом обществе, а это человеческий вирус, мы должны получить так называемый коллективный иммунитет. Это более понятно для людей. То есть коллективный иммунитет должен быть не меньше 80, но говорили 70%. Но мы же знаем, чем больше будет вакцинированных людей, вирус, как я говорю, очень так примитивно. Прибежал к одному, у него антитима нейтрализируется. Вирус, нет, где-то другой вирус, идет к другому, и так, в среднем, сколько тысяч, 10 тысяч у него пациенту, то есть человеку и у всех иммунитет. И прекращается эпидемический процесс. Что такое эпидемический процесс? Это распространение возбудителя одного человека в другом. И чтобы прекратить этот эпидемиологический процесс, мы должны добиться коллективным иммунитетом. А потом уже посмотрим на следующий сезон. Может быть, станет там в пилипель, может быть, только если группа будет вакцинироваться, и те, которые не хотят вообще болеть, у тех, у кого время это деть. А сейчас она всем вакцинируется. И чем больше болезней, тем обязательно, но и другим. Потому что мы должны получить коллективный иммунитет. И так мы не выверимся другому варианту. У нас есть другой вариант. Есть. Переболеть. Переболеть, скажем, прошло кому-то повезет, что заразился и 40%, никаких ситуаций, 40% легко. А те 20%, которые будут нуждаться в стационарной помощи, они получат такое качество стационарной помощи, если это опасно. Господин Троянскому эти прогнозы я в прошлом году тоже слышала. И они частью не исполнили в жизни. А не дай бог они ее выполнятся. Вы думаете, что тогда будет доступна такая помощь, такая она сегодня есть. Она на очень высоком уровне по всей Латвии. Но такая она не будет. Если одновременно это будут за день, не знаю, тысячи пациентов, которые нуждаются в стационарном лечении. Это вообще уму непостижимая цифра. Не потому, что у нас плохое здравоохранение. У нас просто эксцелентное, великое здравоохранение. Но мы большая страна. У нас достаточно плохое стационарное в нормальных условиях. И сейчас перепрофилируется. И врачи умеют лечить. И у нас есть и средства. Но, что надо сказать, человеческие ресурсы, они как мало населения в Африке, как мало и те, которые работают в здравоохранении. И они не исчерпаемы. Поэтому это очень большая проблема. И вот вопрос как раз, Никите, ваших прогнозов 10 тысяч. Это при том уровне вакцинации, который есть на сегодняшний день? То есть ничего не изменится? Ну, во-первых, я прошу вас, не цитируйте эти числа, потому что моя модель не создана для точных прогнозов. Больше, скорее, для сравнения того, как мы ограничения принимаем. Потому что, понятное дело, таких чисел мы не достигнем, и ограничения будут приняты. Просто вопрос, будет ли они достаточно или нет. И модель берет во внимание тот уровень вакцинации, который у нас есть, потому что в данный момент в Латвии порядка 820 тысяч людей, которые не имеют защиты ни от инфекции, ни от вакцины. То есть они не переболели и не вакцинировались. И, соответственно, 800 тысяч – это огромное количество. Если каждый десятый, как профессор сказал, грубо говоря, каждый десятый из них попадет в больницу, это целых 80 тысяч, да? Ведь если мы распределим их по 50 нити, сколько на взгляду, на взгляду 50 нити, извините, пожалуйста. Если мы распределим их на 10 нити, то все равно у нас перегружена в больнице. Соответственно, вакцинирование нужно принимать, прежде всего, конечно, в группах риска. Я согласен с профессором, что самая частая в этой претензии, которую я слышу, вакцинации, к сожалению, очень дезинформированные, это то, что люди боятся, что у них хронические заболевания этот уровень увеличивается в три раза, уже как седьмой попадает в больницу. Я все-таки вернусь к вакцинированным и не вакцинированным, которые подают в больницу. Витинской больнице, в 3-19 умер человек с предположительно отдельным ковид-сертификатом. И в распоряжении телеканала Ретвлэк поступила информация о том, что в настоящее время там проходят лечение несколько человек с незаконно полученными документами. Инцидент последует государственная полиция, да? И врачи очень четко заявили. Они могут доказать, что человек не был вакцинирован, хотя справка есть. В случае болезни скрыть факт мошенничества не удастся. Но тут даже не идет вопрос о мошенничестве или не мошенничестве, да? О самом факте, да, вот что могут быть искаженные цифры из-за этого, в том числе и тех людей, которые попадают в больницу. Вот, профессор, вам слово «как» можно, видимо, просто выявить, человек вакцинирован или не вакцинирован? Если можно ответить, пожалуйста, на мой предыдущий вопрос по поводу того, как много не вакцинированных попадают в больницу, потому что говорят, что много именно антипрегивочников сейчас находятся в больнице, которые не хотели вакцинироваться. С 1 августа в центре патологии, и ой, сейчас у меня данные только по центре патологии, на вчерашний день 50 пациентов, которые вакцинированы. Но там фактически трое неполный курс получили, а остальные получили или одну вакцину, как это при Джонсон, должно и быть, или две вакцины, как это при остальных трех вакцинках. Хочу сказать, что наши 50, мы посмотрели, они равненно распределяются между вакцинами, несмотря на то, что вакцины ведь не 100% эффективны. Самое эффективное, вот данные, когда мы смотрим описание, которое дается все материалы при регистрации вакцин, самое эффективное, это Pfizer, BioNTech, потом Moderna, потом Johnson и самое последнее, как бы, Ян Сотилок, то есть, получается, ну, то есть, вакцины, скажем проще, они никогда не дают 100% защиты. Еще больше, у людей, которые здоровы, обычно иммунитет образуется лучше. Люди, которые в глубоком диске, они имеют возможность, что у них не будут антитела или они будут в низких цифрах. То, что тут где-то я слышала, прозвучало такое, что антитела не имеют информативного значения, это, конечно, очень большая гукость. То есть, вся иммунология, вакцинология, которая является одним из трех самых больших достижений 20-го века медицины, она основана только на образовании антител. Это иммуноглогулировки, которые ждут возбудителя и его нейтрализуют. Нейтрализирующие антитела. И так, они могут быть в низких цифрах, но они защитные. Значит, какую-то часть вируса, если говорить о этих вакцинах, вроде коронавируса, они способны нейтрализировать, а потом их просто не хватает. И твой человек не заболевает тяжело. Есть средняя защита и есть очень высокая защита. И то, что мы не находим, у нас есть уже пациенты. Где мы видим, что отрицательные вакцинированные пациенты, они имеют так называемый антиспай, то есть антиген, который на поверхности вируса, с помощью которого вирус присоединяется к эпидемиальной клетке и попадает внутри клетки. И вот против этого антигена образуются антитела. Антиспай, отрицательные вакцинированные у нас тоже есть, но мы не можем сказать, что они получили вакцину или не получили вакцину. Потому что может быть они в той группе, в которой не образовались антитела. Но если существует такое, ну, как вы сказали, мошенничество, это, конечно, неразумно со стороны пациентов, совершенно неразумно. И многие пациенты, которые, ну, забывались вакцинации, валялись, как вы говорили, они говорили, доктор, мне не надо сертификата, я даже никуда не поеду, я могу даже в театр не ходить какое-то время, можно посмотреть, мне нужны антитима, я не хочу болеть, это самое главное. Но если там же две стороны, тот, кто сократил сертификат, и тот, кто дал такой сертификат, это же криминально наказуемое действие, и я вообще не знаю такое. Я абсолютно согласна, 3-4, об этом, а речь именно о том, какое количество людей невакцинированных попадает в больницы, потому что это как нельзя ярче, наверное, может отразить ситуацию, почему надо прививаться, да, потому что люди, которые привиты, они легче переносят заболевание, если заболевают, и просто не заражаются, да. И, к сожалению, в обществе есть некое противоречие, у людей, которые якобы не хотят вакцинироваться, да, и, извините, даже организм, вот как только в Латвию завезли вакцину Джонсон и Джонсон, выкинули ее в центрах вакцинации, которая вводит один раз вакцина, да, многие антипрививочники сразу же побежали вакцинироваться, и, в конце себя, я лично, я думаю, что многие наблюдали столкновение очереди у кого-то вакцинации, да, у инфекционов, у Никита, у эпидемиологов, есть какое-то объяснение этому психологическому феномену, люди, антипрививочники, а в итоге бегут и все-таки вакцинируются, то есть, в какой-то смысл, в каких ситуациях побеждают? Если вы слушаете, может слушаете, который ждет, например, вакцина спутник Ви, которая, по некоторым данным, выглядит как хорошая вакцина, но в Латвии недоступна, то я советую тогда, ну, во-первых, я не знаю, будет или не будет, но вряд ли я думаю, но с Джонсон-Джонсон по своему составу почти идентично к первой, то есть, спутник Ви, поэтому, если у вас есть такое сильное желание, то вы можете получить перенеску с Джонсон-Джонсон, многие родственники ее тоже сделали, и они, в общем, рады, здоровы, не боятся больше коронавируса. Ну, теперь мы знаем, что Джонсон-Джонсон тоже требует вторую вакцину и через 6 месяцев. Что я хочу сказать? Не отличается этот вирус. Иммунитет после вакцинации, он, как мы и предполагаем, мы, конечно, надеемся, что это новая технология, что вдруг, может быть, долго будут эти антитела сохраняться, но не сохранятся они. И должно быть, это сказано и европейским адресом, после кера, кажется, было объявление о Pfizer и Moderna, ну, наш иммунистационный совет еще не успел, но они говорят, они следят за всеми самыми новыми, как бы, данными, которые появляются, значит, будет новый вывод. То есть, фактически, должна быть у тех, которые вакцинировались после 6 месяцев, ревакцинация. Это, опять-таки, человек принимает решение. Не вопрос. Первое, сделали группы риска. Там где-то 11 тысяч, те, которые самые иммуносупрессивные. Теперь, сказали, 65 лет и больше, те, которые в домах переставелых работают и живут, и кто еще, медики, которые очень тесно, сколько, пройдет месяц и будут вакцинировать всех, кто захотят. Но я хочу сказать, что наш премьер Каринч, он, ну, я думаю, месяц назад сказал, и для меня тоже совершенно непонятно, я на 100% его стране, он сказал, у нас есть вакцина. Зачем мы хотим вакцины отдавать в Африку, если у них срок годности? А лучше дать им возможность перейти раз, тем, которые хотят. И вот я сделала социологический эксперимент, конечно, обеза методики, это я так называю, да, обзванивала и семейные практики, какой-то тренд-то, и вот эти рутинационные центры, и разные, и говорила, ну, разные, что вот мне 65 плюс, что я по медики, и какие ответы, а результат такой, что вообще мне нельзя получить вакцину. Нет, в милиции, я работаю в восточной больнице и в восточной больнице, я не получаю вакцину и знаю, тогда я ее получу. Но фактически в организации, ну, я думаю, что вот такие эксперименты должны делать те люди, которые за это отвечают, насколько это доступно. И очень, я советую, снимать эти бюрократические, ну, огражения, которые сегодня существуют. Мне отвечают, мы не получили в СССР, да, изначально на Центра по здоровью такую бумажку, еще такую бумажку, семейные врачи, чего-то нельзя им делать, что-то, если ли, в СССР, или объединение в клинике, им нельзя делать. Но я все равно надеюсь, что через месяц все все смогут сделать, да, а лекцию здоровью, лекцию, конечно, могут получить. Профессор, вы как раз обозначили сейчас очень важную тему, очень много вопросов задают нам люди по поводу того, что пожилые люди, которым тем не забывают, они звонят в свою семейную практику, ранее по году назад сделали АСПРЗН, например, как получить вакцину, я надеюсь, что вы частично ответили на их вопрос, если через месяц действительно будут вакцинировать все, кто и пожилые люди, в первую очередь, и, естественно, получат ту вакцину, которую они сейчас не могут получить, хотя на законодательном уровне есть, но на уровне практики врачей еще определенные ограничения существуют, и не получено отдельное разрешение, да. То, что касается вакцинации, предварительные испытания, вы сказали, что эффективность третьей дозы достигает 86% у лиц старше 60 лет, да, при этом наблюдается значительная разница между числом людей, родившихся в течение недели после ее приема, в сравнении с тем, как получили две дозы, например, да. Но тут возникает вопрос, да, и вы тоже его уже частично обозначили, а хватит ли всем, и Никита об этом говорил, да, например, по информации Евромьюз, генеральный директор всемирной организации здравоохранения, еще в августе призывал вести двухмесячные моратории, да, на бустерные третия вакцины против коронавируса, да, это при этом составило, что надо обеспечить первыми дозами как можно больше людей, да. Я правильно понимаю, что если третья вакцина не привыкать всех желающих, а желающих уже на сегодняшний день хватает даже в Латвии, то просто может не хватить производственных мощностей, да, чтобы вакцинировать вот всех тех, кто вообще еще не приведет, Никита, вам вопрос. Вы имеете в виду про Латвию, вы говорите про Латвию или про весь мир? Про весь мир и про Латвию, да. Если можно коротко про весь мир, то и про Латвию отдельно. В данный момент выглядит, что в мире хватает вакцин, вот так же, как у нас, их достаточно много в долгий ящик положено, скажем так, так и в мире много, если бы всем странам нас, тогда, мне кажется, больше 50% всего населения Земли уже могут получить полный курс. А говоря про Латвию, у нас тоже хватает вакцины, чтобы дать третью дозу, всем желающим, но я думаю, что пока защита вакцины не пропала для людей моложе 60 лет, мы видим, по данным, что 20-30-летние люди 6 месяцев после вакцинации до сих пор держат высокий уровень защиты, 90% от дистанализации, то, я думаю, нет повода давать вакцину молодым людям, разумеется, стоит, я призываю всех пожилых людей, людей с хроническими заболеваниями, в случае молодых людей с хроническими заболеваниями, получить свою третью дозу, потому что эффект по-израильским, например, данным 11 раз, и в 11 раз вы еще уменьшите шанс тяжело перепалить. Спасибо большое. Как сказал профессор Дубис, сейчас и официально, то есть если человек заодно пришел к семейному врачу, и он хочет, или вторая вакцина подошла сроку, или третья вакцина, через 6 месяцев, чтобы одно плечо гриб, другое плечо гранвирусную вакцину, совершенно без каких проблем. Как раз одна коллега мы звонила перед передачей, тоже спросила этот вопрос, могу ли я сразу это сделать. Но что я хочу сказать тем людям, которые болеют хроническими пневмониями, хроническими даже пневмониями, а личными бронхитами, там ведь этиология, то есть возбудитель обычно это скептокоскопы, или в народе называют пневмококами. А теперь такая вакцина, она, правда, коммерческая и дородает, которую не надо повторять, только один раз в жизни надо опланировать. Но это не для тех, тех, которые в группах риса, вне зависимости от возраста, а с возрастом особенно, потому что даже в развитом мире, даже в Западной Европе, если посмотреть там, где продолжительность жизни 90-е и больше лет, там умирают люди. Почему? От бактериальных воспалений легких, которые вызываются стриптокоскопы на молнии. И вот есть эта пневмококальная вакцина, которую один раз в жизни, если раньше не делали, сейчас одну вакцину надо сделать. И скажем так, я даже когда читаю лекции, меня пригласили в прошлом, но еще не по коронавирусу, это было вообще еще по вакцинации, ингонисты, то есть врачи, терапевты по-старому, да. Так я сказала, против него, ввиду моего возраста, да, 65+, я должна быть вакцинирована, и против чего я вакцинирована. Я 100% должна быть ежегодно вакцинирована против гриппа, я должна быть вакцинирована против пневмококов, то есть пневмокальной вакциной, теперь, естественно, против коронавируса, но это все население должно быть, потому что мы должны достичь коллективного иммунитета, но, естественно, там еще и другие, но сейчас не будем заниматься, как бы, внимания, но для людей очень важен вот этот личный пример, потому что люди слушают и говорят, ой, она там так умно говорит, а сама она вакцинировалась против коронавируса, вакцинировалась, но я вакцинировалась за вакциной астрозайной. Это вирус векторный, фактически все вакцины по своему состоянию, они одинаковые. Они способствуют продукции антигена, вот этого спай-антигена в организме, и против него образуются антидела. Но как внести вот этот ген в организм, это отличается. При Pfizer и Moderna это при помощи ликвидных частиц, а при Johnson & Johnson и при... ой, вакцинах вдруг забыла, да? Астрозенка это при помощи аденовируса, внешней оболочки шимпанзе. Так, и я выбрала Астрозенок, я вакцинировала 10 февраля и через один месяц, 10 марта. Значит, 10 сентября прошли 6 месяцев. Я медленно, я работаю с COVID-19, 65+, значит, по всем гитериям я буду получать в понедельник третью дозу и ревакцинацию Астрозенок. Это та вакцинация, которые там страшно боялись, от тромбозов и всех, ничего я вам скажу. Когда подошло время, моим семейным и моим детям, которые взрослые, и зяты, и мужу, то есть у семейного дня они вакцинировались, они тоже получали Астрозенок. И имеют другие королицы. Вакцинация, 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 привита Астрозенок, и все, и вот вы упомянули, что вакцинация, да, по его мнению, распространение вакцинации в Африи в настоящее время настолько стремительно, что даже существенного увеличения темпа вакцинации будет, к сожалению, недостаточно, чтобы остановить инфекцию, да, и вот этот пик 1671 человек, который был, он будет выше, да. Никит, вам вопрос буквально по минуте. Означает ли это, что тем, кто уже привился или сейчас и в ближайшее время успеет появиться, им реально повезло? Конечно, конечно, чем раньше, до сих пор. Как бы никогда не поздно прививаться, и себя скоро каждый день не будет выглядеть, как русская рулетка, потому что мы каждый день будем встречаться с множеством людей, которые заражены. Вируска уже распространился неконтролируемо. Поэтому прошу взять во внимание всех размышляющих, что до момента, как вы защищены от вируса, продолжал пройти хотя бы две-три недели. Поэтому лучше призываю вас сегодня сесть, подумать, решить окончательно, и надеюсь, тогда пойти уже завтра-посвязавтра на вакцину, потому что через три недели вы уже будете, хотите встречаться с теми же инфицированными людьми, может, там, в общественном транспорте, например, но не бояться за себя и за своих близких, которых вы потом тоже можете заразить. Спасибо вам. И по прогнозам физиологов, да, буквально одна минута у нас остается, профессор, вот по прогнозам, переболеют все невакцинированные, да, в легкой, в тяжелой форме, но модельные, там, возможно, Никита, она, все более, эту ситуацию подтверждает. Вот буквально пару слов, в связи с тем, что переболеют все, кто невакцинирован. Которым требуется кислород, которым требуется какой-то стационарик, и врач, и медсестра, которые оказывают качественную медицинскую услугу. И одновременно это будет очень ограничено, если выполнятся те пессиметические прогнозы, но я все равно надеюсь, что столь жесткая ситуация не будет, и повторение Италии, хотя мы никто не знаем толком, что было тогда в Северной Италии, да, но скажем...